Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин, а с нами на связи по скайпу военно-политический обозреватель Александр Векслер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Ну вот, буквально неделю назад мы с вами говорили о тревожной ситуации, которая складывается в нашем регионе, о действиях Ирана, его угрозах, ответных угрозах Соединенных Штатов Америки. После этого вы рассказывали, как что в наш регион неожиданно приехали самые высокопоставленные военные из США, и вот вы напророчили, что к добру это не приведет, ситуация будет только ухудшаться. Ну, что называется, как в воду глядели. Так к чему мы стремительно идем? К войне? Смотрите, я надеюсь, что нет, несмотря на то, что есть немало специалистов, которые считают, что вполне это может произойти. Вы знаете, можно не сомневаться, что ночной телефонный разговор, состоявшийся в начале этой недели, 1 декабря точнее, между американским президентом Дональдом Трампом и нашим премьер-министром, Вениамином Натаньяо, пока еще премьер-министром по вопросу Ирана, был тем важным завершающим разговором, который подвел итоги последних визитов в Израиль высшего командного состава американской армии. За последние пару недель, надо сказать, что у нас побывали глава объединенных штабов вооруженных сил Соединенных Штатов, генерал Марк Милли, который был гостем нашего начальника генерального штаба генерала Авива Кохави. Визит Марка Милли состоялся сразу после визитов нескольких высших командиров американской армии, включая командующего американскими военно-воздушными силами генерала Дэвида Гольдфайна, сама по себе говорящая фамилия по его происхождению, от которого он, кстати, не отказывается, командующего американскими военно-воздушными силами в Европе и в Африке генерала Джерих Эрегона, а также командующего центральной группой войск американских, который называется Центкум, генерала Кеннета Маккензи. Надо сказать, что военные источники, как зарубежные, так и наши, израильские, включая Тикдепко, сообщили, что генерал Марк Милли прибыл в Израиль, чтобы окончательно утвердить планы американо-израильских взаимных действий против Ирана в случае атаки со стороны Исламской Республики, которые были подготовлены во время визитов к нам, командующих американскими ВВС, центральной группой войск, Центкум. Вы знаете, принято считать, что если два начальника генерального штаба, скажем, Соединенных Штатов Америки и Израиля, Великой Америки, нашего маленького Израиля, обсуждают, утверждают и связывают между собой оперативные, боевые действия вооруженных сил двух стран, связывают их с развитием обстановки в нашей районе, то нет сомнения, что речь идет, конечно, об Иране. В этой связи следует обратить особое внимание на выступление одного из высших командиров Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана, Аллахнура Норуллахи, который несколько дней тому назад, уже прошлую пятницу, скажем так, шесть дней тому назад, 29 ноября, это исторический день для нашего государства, день Кафтед Банавембер, тогда, когда было принято Организацией Соединенных Наций решение о разделе Палестины, создании нашего государства, так он вот, выступая перед выпускниками высших офицерских курсов Корпуса Стражей Исламской Революции, который, кстати, проходило в Бушере, это знаменитый город с огромным количеством, так сказать, центрофуг, который мы в свое время очень внимательно изучали, это до подписания договора европейскими странами и еще до выхода Соединенных Штатов из этого договора. Так вот, находясь в Бушере, он заявил, что все, без исключения, американские военные базы, американские военные объекты в Персидском заливе, которых в общей сложности 21, находятся под прицелом иранских ракет, и что Исламская Республика готова к большой продолжительной войне против самого большого врага, а самый большой враг исторически считается Америка, а потом мы, а может быть мы, а потом Америка, вы знаете, последний телефонный разговор Трампа с Натаньяу перед съездом глав государства блока НАТО на этой неделе в Лондоне, и вчерашний скороподительный, скажем, визит Натаньяу в Лиссабон для встречи с Майком Помпео, говорят о том, что Америка и Израиль провели последнюю оценку ситуации и завершили подготовку армии двух стран к любому развитию событий в районе, включая иранскую атаку по объектам Америки и ее союзников. В случае, если сила устрашения, а мы все-таки пытаемся и американцы применить силу устрашения, не сработает, иран атакует, то и Америка, и Израиль нанесут ответный удар, и не только по территории Ирана. Нельзя не учитывать, не обращать внимания на постоянное усиление Ирана на территории Ирака. Как пишет газета New York Times буквально вчера, она сообщает, что Тегеран разместил в Ираке ракеты, способные нанести удар по Израилю, по Саудовской Аравии и по всем американским объектам, тем самым объектам, о которых иранцы говорят, 21 объектам, в случае военного столкновения. И это несмотря на то, что все усилия государства Израиль уничтожит хранилища и склады с вооружением и ракетами, включая вчерашние дневные и ночные атаки на сирийско-иракские границы. Дело в том, что Иран очень хорошо воспользовался хаосом, царящим в Ираке, для размещения там большого арсенала ракет малого и среднего радиуса действия. Нью-Йорк Таймс в сегодняшнем выпуске сообщает, основываясь на американских разведывательных источнике, что Тегеран с помощью иракских шиитских милиций постоянно переводит ракеты с места на место и постоянно их прячет. Мы уже привыкли находить эти складирования и их уничтожать, но когда их постоянно переводят, так это, соответственно, нам гораздо труднее и нам, и американцам. Вчера, кстати, во время закрытия съезда НАТО, стран НАТО в Лондоне, в то же самое практически время, когда закрывался съезд, и наш Натаньяо встречался в Лиссабоне с госсекретарем Соединенных Штатов Помпео, в Вашингтоне сообщили, что в прошлую среду американский военный корабль Форст Шерман в южной части Персидского или Арабского залива, арабы говорят Арабский залив, иранцы говорят Персидский залив, у самого входа в залив со стороны Индийского океана, обнаружил и, так сказать, арестовал небольшое суденышко, деревянное, так они указывают, захватил его, которое шло без флага, что, в общем-то, не принято в нормальном мире, когда судно в международных водах идут без флага, оно шло без флага, американские моряки взяли на абордаж это судно, чтобы проверить, какого рода груз есть на нем, и после очень короткого поиска моряками были обнаружены части, детали точных ракет, посланные из Рана в Йемен, судно, соответственно, отбуксировали в порт в Йемене, а члены команды были переданы Еменской пограничной береговой охране. Ракетный груз остался у американцев, но мы, Вашингтон не сообщил, о каком количестве ракет шел речь, частей ракет, которые были захвачены, но военные специалисты добавили, что речь идет впервые, были захвачены детали высокоточных ракет, которые поставляются в Йемене, это уже подтверждение стопроцентное того, доказательное, что поставляются ракеты в Йемене, оттуда из Йемена они обстреливают, как это было в сентябре этого года, саудовские нефтеперерабатывающие заводы и саудовские нефтеисточники, то есть контрабандная поставка вооружения продолжается, и Иран имеет непосредственное отношение к этому. Кстати, официальный источник в Пентагоне заявил, что по всем имеющимся и продолжающим поступать информационным данным, разведданным, Иран готовится к активным боевым действиям в самое ближайшее время, и, соответственно, мы вместе с Соединенными Штатами Америки, нашим другом и союзникам, тоже готовимся к тому моменту, если это произойдет, для того, чтобы дать им должный ответ. А вот в связи с этим у меня к вам вопрос по поводу ответа. В январе 1991 года, как вы хорошо помните, была Первая Иракская война, и ракеты полетели в нашу сторону, Израиль был обстрелян. И, несмотря на прямое нападение, по сути дела, на государство Израиля, мы никак не ответили, потому что была настоятельная просьба, практически требование американцев не вмешиваться, и Шамир, тогдашний премьер-министр, согласился с этим требованием, хотя и, понятно, скрипя сердце, потому что у него еще было давление сильное внутри, но, тем не менее, мы не вмешались. На ваш взгляд, есть ли ситуация сейчас повторится? Мы можем повести себя так же смиренно? Нет, ничего общего между ситуацией 1991 года и ситуацией 2019 года, или уже почти, мы скоро будем в январе 2020 года, ничего общего не имеет. Несмотря на то, что мы получили 41 ракету СКАД советского производства по своей территории. Кстати, к счастью, у нас не было, так сказать, серьезных человеческих жертв. Было два случая смертности, но не от ракет, а от составляющих деталей всего этого, так сказать, что-то по ошибке, сердечный приступ и так далее, и так далее. Шамир выстоял. Несмотря на то, что ему было это трудно, было давление министра обороны Моше Аренса, но он выстоял, и мы взамен получили большую благодарность Соединенных Штатов, которая выразилась в улучшении наших отношений на военном уровне, включая новейшие разведданные, новейшие поставки вооружений и так далее, и так далее. Тогда была американо-арабская коалиция против Хусейна. Сегодня, так сказать, этого не существует. Сегодня в любом случае Ближний Восток изменился, и у нас есть, так сказать, пускай скрытые, но все-таки неплохие отношения с Саудовскими Аравией, со странами Персидского залива, которые боятся Ирана гораздо больше, чем мы, и очень рассчитывают на то, что в случае, если что-то будет произойти, произойдет, мы нанесем сильнейший удар по Ирану. Поэтому нет никакого сомнения. Вся эта подготовка, которая ведется на протяжении последнего времени, все эти военные визиты сюда, визиты наших военных в Соединенные Штаты Америки, новейшие самолеты пятого поколения, которые мы получили, которые по кое-каким разведданам уже неоднократно находились в воздушном пространстве Ирана, и продолжают находиться почти постоянно в воздушном пространстве Сирии или Ирака в тех местах, где проиранские шиитские милиции держат под контролем территории и готовят, так сказать, помогают частям корпуса стражей революции находиться и укрепляться на этих территориях. Ничего общего не может быть по сравнению с ситуацией 1991 года. Прошло 28 лет, сегодня мы живем в других условиях, в другой стране и в совсем другой обстановке. Поэтому, если что-то произойдет, нами будет нанесен, так сказать, ответный удар вместе с американцами, возможно, и с еще кое-какими, так сказать, американскими союзниками, которые являются и нашими союзниками, но об этом не принято громко, так сказать. Понятно. Александр, я искренне надеюсь, впрочем, думаю, как и вы, что не представится случай проверить, правы вы или нет, пусть лучше все идет своим чередом. Ограничимся пока только угрозами. Поэтому, так сказать, может быть угрозы остановят какую-то страну от серьезных действий. Посмотрим. Посмотрим. Александр, спасибо за ваш комментарий. Всего вам доброго. Всего хорошего. Будьте здоровы. Напомню, что с нами на связи по скайпу был военно-политический обозреватель Александр Векстер. До свидания.